Всем привет! С вами Дмитрий Синёв. Сегодня мы сделаем очень быстрый рецепт пышной и вкусной лепёшки с сыром. А генеральный партнёр этого видео – техника Волмир. Скидка 5% на всю технику по промокоду Синёв. Ссылка на интернет-магазин в описании. Для рецепта я буду использовать 300 грамм дрожжевого теста. Можно также взять из магазина. Это я заранее замесил. У меня идёт мука симола, то есть это такая мелкая манка, да, и 130 грамм сыра. Можно использовать сыр сулугуни. На чистый стол высыпаем муку, так, добротненько. Выкладываем тесто дрожжевое. Я хорошенечко сыплю тоже муку сверху. Вот, тесто у меня было так немного замаслено. Я вот таким вот образом в руке его растягиваю, да, то есть, в принципе, мне скалка не нужна. То есть, просто хорошо замешанное тесто будет растягиваться. Вот видите, какое глютеновое окно у меня получается. Вот. И просто в середину выкладываю сыр. Рецепт прям простейший. Да. И вот таким вот образом, можно сказать, как хинкалю, так, я соединяю всё тесто. Всё. Смотрим, чтобы у нас не было с этой стороны пустот. Переворачиваем и придаём форму нашей лепёшке. Тоже так немного её растянем. Можно сказать, такое закрытое хачапури, либо такой вот сырный пирог получается. Смотрите, как он воздушный внутри. И вот сверху мы можем так немножечко порвать тесто, чтобы у нас лишний воздух вышел. И отправляю на сетку, либо на противень. Да, у меня в данном случае это сетка для выпекания. Всё. Аккуратненько придаём форму. И я заранее разогреваю духовку на максимум. В моём случае это 280 градусов. Но, в принципе, такая же бытовая духовка дома имеет такие же температурные режимы. И отправляю выпекаться где-то минут на 7-8 до образования румяной золотистой корочки. Всё. У нас здесь прошло около 7 минут. Вот. Я снимаю с решётки нашу лепёшку. Вот, посмотрите, она сразу такая хрустящая, ароматная. И вот здесь у нас такой вот сырок плавится. Рецепт проще простого. Тесто, сыр и хорошо разогретая духовка. Давайте пробовать. Хрустящее сверху, но мягкое внутри тесто. Очень вкусно. Кстати, в сыр можно было бы добавить ещё чесночное масло, которое мы делали в прошлом рецепте. Да. Но я сейчас сверху вот так вот немножко капну. Божественный аромат. Понравился рецепт? Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые рецепты. Техника Волмер. Лучшее решение. Все ссылки в описании. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok